Добрый день, дорогие друзья и лучшие на свете зрители! Сегодня я хочу ознакомить вас с вещами, которые были представлены в Музее Москвы 15 января и которые вы сможете купить на очередном фестивале Мосвинтаж, который будет проходить уже совсем скоро, с 4 по 5 февраля 2023 года с 11 до 21 часа. Это небольшой анонс этого нового фестиваля. В дни работы фестиваля посетители смогут увидеть три тематические выставки современных художников. Это архитектура авангарда, документальная вышивка и еще один проект выставка гобеленов из коллекции Валерия и Виталия Либа. Братья четверть века занимаются созданием гобеленов и исследованием всех этапов их производства, от живописного эскиза до подбора цветных нитей. Сюжеты гобеленов совершенно разные – архитектурные, ретроспективно-бытовые, сказочно-символические. Также на Мосвинтаже в феврале можно будет познакомиться с работами иллюстратора Светланы Махровой из цикла «Мои 90-е». Светлана создает атмосферные, полные бытовых деталей рисунки Москвы своего детства. Кроме того, на фестивале пройдут лекции по истории костюма, дворянского быта XIX века, секретами сочетания винтажных аксессуаров с секретами повседневных образов. В течение двух дней на фестивале можно будет купить винтажные наряды и украшения, редкие книги и журналы, посуду и фарфоровые статуэтки. Друзья, я нахожусь у стенда своего любимого продавца, коллекционера, продавца, который может рассказать самые интересные, занимательные истории. У Ольги. А это ар-де-ко у вас, да, тарелка? Ар-де-ко, Бельгия. А это Бельгия, это фарфор или фаянс? Это фаянс. Это ручная роспись. Рисунок характерный, такой шуточный. Да. Его можно на кухню, либо на дачу. Она подвесная? Она не подвесная. Ну, я знаю, можно такие штучки. Да, да, я знаю. Подвесной вот такое клеймо в тесте. Вот. Есть еще одна, там другая немножко сцена. И сколько стоят? Стоят они вместе 4 тысячи, по 2 тысячи за тарелку. Давайте снимем. Подносиков знаю, а тарелки даже и не знала, что. Да, маленькие подносики, либо тарелочки. Это жесткого. Ручная роспись. Но они всегда ручная роспись. Да, да, да. А и сколько стоят? Стоят они все вместе 3 штучки полторы тысячи. И чем они необычны? С самим цветом фона. Очень красивым. Вот, можно купить 3 тарелки. Это детишки Италия. Я думаю, что многие узнают их уже. Это Джозе Пармани, их автор. Капо Димонте. Да вы что? Да, уже современный. Ну вот я говорю, что если у вас что-то есть, то прямо что-то такое уникальное. Стараемся. Сами любят. Просто я потрясаю. Мальчик уже с другом, как взрослый такой. И девочка в этой шляпе. Ой, хорошо, хорошо. Слушайте. Пошмачки и все. Вот Капо Димонте, он чем славится, у него все прям до мелочей. Все такое, да? Она в маминых туфельках, посмотрите. Да, да. Кабулуки. Велики. Велики. Но? Вот. Но с сумкой. А он с папиной трубкой. И тоже в папинах каких-то или в стареньких кошмачках. Как раз подпись. Мужчина. Джозе Парман. Да, такой взрослый я. Мужчина. Да. И она женщина. Хулиган. Она в холоднице итальянское. Итальянское, да, да, да. А где здесь подпись? Вот. Подпись. Вижу. Еще есть вот такое клеймо. Вот их все-таки ставили по-разному. Сейчас покажу на другой фигурке. Иногда они в тесте. Массы этой, да? А иногда и... Вот. Иногда они написаны. Вот. Вот она. Это детишки из разных пар. У меня долго был только мальчик. А вот сейчас приехала к нему такая подружка. Но они так хорошо смотрятся. Прекрасно. Девчонка загорела, а мальчишка такой итальянский. Бледненький немножечко. Но смотрятся они чудесно. Чудесно. Армани, конечно, мастер. Да. Я просто заморожена. Обожаю такие вещи. Вот еще Капа де Монте. Тоже Армани автор. Ой, какая сцена. Такой лилипутик. Лилипутик. Со своим другом. Собакой. Собачка любит. Косточка в руке. Вот. Тут даже пока не вижу клейма. Но это... Фигурка есть. На бусочки его. Да, есть в каталоге. Каталожные вещи. Да. Прелесть. Вот такая вот. Такой он кругленький. Если те такие ребята высокие. Покажу вместе. А этот еще малыш. А этот такой кругленький малыш. И это серия лилипуты. Она не такая частая. Да. Да. Ну, тоже очень-очень хороши. На мой взгляд. Очень. И пес какой. Смотрите. Каждая деталь. Буквально можно рассматривать это. Да, часами. Постоянно. Часами. Есть всегда что-то новое. Что разглядишь. И сюда приходить это как музей. Да. Да вот даже Рыбников, который был у вас. Да. Иван Рыбников. Он прям Иван сказал. Я прихожу как музей. Но он многое покупает для себя. Всем рекомендую приходить именно спрашивать. Не просто ходить смотреть. А именно спрашивать у продавцов. Если продавец знает, он всегда сможет рассказать. А, кстати, перекупщики не знают. А продавцы, которые сами вот. Коллекционеры, антиквары. Антиквары. Они знают. Вот почему я вас вот прям, я не знаю, сразу с первого раза. Потому что вы коллекционер. Понимаете? Вы знаете все вот и до. Какая ручка? Мне очень понравился жеребенок. Жеребенок, да. Вот такой трогательный на длинных ножках. Ну такой трогательный. Он только родился, скорее всего. И только учится бегать. Это фарфор. Это немцы. Это западная Германия. То есть ФРГ. Вот. Что еще вам рассказать? Длинные ноги. А еще мне очень нравится вот это. Вот это как раз для меня. Видите? Тоже любит посуду у дама. С подносиком, с посудой. Правда? С металлической. Расскажу про них сейчас. Это не просто фигурка. Опять же не просто. Нет. Ну я не знаю. Вы просто. Это серия была фигурка. Это фигура английская. Вот такая маркировка. Кто это? Вот не знаю кто. Не знаю просто эту мануфактуру. Меньше занимаюсь Англией. Это 1983 год. И написано 25 years together. Это значит, что 25 лет вместе. И серия была у них из трех фигур. На первая фигурка это их свадьба. Вторая фигура 25 лет вместе. Вот так вот англичане представляют 25 лет вместе. Но чай это для них все. Чай. Да, жена. И муж любящий. И еще одна фигурка, по-моему, 35 лет вместе. Ну вот у меня одна, к сожалению, больше я даже не видела в России. Это бисквитный фарфор. Бисквитный? Под глазурью здесь только вот этот вот чайничек и подносит. Смотрите, я думала, что бисквит нам только белый бывает. Нет, бывает. Ну и бисквитный фарфор. Вот это для меня новость. Спасибо. Очень, очень. Ну да. Девочки, это для нас. Это мы с вами. Точно. Я смотрю, у вас к этому хрусталю бельгийскому, который всем очень понравился. Есть еще что-то? Какая-то новая деталь появилась, да? Появился клош. Клош. Небольшой. То есть его можно использовать как масленочку. А там есть еще и нижняя часть. Есть нижняя часть. Тарелочка к нему. Это ручная вот эта нарезка. Это старинный бельгийский хрусталик. Да, бельгийский. Он вообще завораживающий вас. Очень хорош. Смотрите, какая здесь дорогая. Я представила, я же делаю сервировки стола, я представила это на столе. Это вообще, не знаю, это какое-то чудо. Надо только хорошенько продумать, в какой скатертью все это делать. Я хочу сказать, ну такой ни у кого нет, понимаете? Покупать, что есть у всех, ну неинтересно. Интересно. Лично для меня, я не знаю. Кто-то наоборот покупает стандарт. А я люблю что-то такое. Вот такая чашечка. Таким желтым слоновым фарфором. Солоновые кости, да. Да. И вот такие же почти цветы. Это вообще, ну это модерн, мне кажется. Да, да, да. Это золотые пасты, серебряные. Да. Золотые пасты это называется. Они выпуклые, она маленькая, она все-таки коллекционная. Можно из нее попить, может быть, там раз в полгодика кофейку. Один глоточек. Вот такая красивая красота, бабочка. Смотрите, какие чудесные вазы с восточными драконами. Зелеными, синими, стеклянные. Потрясающе что-то. Ну, как вы поняли, я успела записать сначала видео. И меня сразил грипп с полной потерей голоса. Так что извините за задержку. Но я посмотрела, что очень, настолько это интересная выставка, настолько богатая всем, что я здесь видела многих блогеров, которые ходили. Ну и, конечно, у каждого свой подход, свои знания. Выбирает каждый то, что ему интересно показывает. Вот, видела здесь даже Ивана Рыбникова. Вот, а Анастасия Винтаж даже записала здесь 6 или 7 видео с январского. Можно я вот ее в руки возьму? Я все мечтаю о ней. Да, я, кстати, пожалела, что в прошлый раз не сняла и хотела ее снять. Это ведь тоже модерн, понимаете? Это стиль модерн. Модерн – это полноценный стиль, полный, который был. Но это самый последний стиль. И он был очень мало времени, но он поразил всех своим искусством. Это в архитектуре, в брошках, в украшениях, в фаркоре, во всем. Вот, и, кстати, хотела еще сказать про эту шкатулку. Помните, мы с вами говорили, показывали. Ну, вот здесь все свойственно модерну. У меня там спросила одна подписчица. Она спросила, говорит, что это такое? Что это за стекло такое? Вроде как она привыкла к зеленому, да, который у нас был в себе? Шкатулка выполнена из такого же чешского стекла, как и малохитовая, привычная для нас шкатулка или какие-то вещи из него. Все эти шкатулки, вещи производили в Чешской республике. А она, как известно, также называлась ранее богемей. Поэтому можно смело сказать, что эти шкатулки сделаны из богемского стекла. В эти же годы в мире славилось и муранское стекло. Но в некоторых моментах все-таки отдавалось предпочтение богемскому стеклу. Например, из-за его туго-плавкости оно становилось более прочным. А само стекло очень уж напоминало камень с его неоднородной структурой. К сожалению, производство его закрыли, и теперь каждая вещица из него большая редкость. Эту чудесную шкатулку можно рассматривать очень долго, отмечая каждый изгиб тел девушек, копну их вьющихся волос, что, вы помните, очень свойственно модерну. Такие плавные, извилистые линии. Покажу сейчас еще, как сделана шкатулочка сбоку. Вот эти линии, посмотрите, плавные, близкие к природу, потому что модерн этим и знаменит, что у него линии приближаются к природным. Это удод, и это Карл Энс. Я думаю, что многие знают Карла Энса и его птиц. Вот такое клеймо. Посмотрите, рассмотрите. И это очень тонкий, прекрасный фарфор, очень хорошая сохранность. Перышки очень тонкие, его даже, видите, по сравнению с моей рукой. Носик прекрасный, очень красивый, конечно. Красивая, очень птица видная. Ушка красивая. Тонкая работа. Так, еще раз, это какая страна? Это Германия, мануфактура Карл Энс. Красота. Прекрасная сохранность. Да. А это вазочки у вас что? Это вот немецкая вазочка. Это елка? Эдельштайн, да. Прекрасный фарфор. Красивый цветок для одного цветка. Вот, кстати, кобальт настоящий. Казалось бы, рисунок такой кобальт. А вы знаете, что вот именно ваза для одного цветка, это тоже модерн признак. Они очень любили один цветок ставить. Это от них пошло, они придумали. Ну, надо же, интересно. Такая чудесная вазочка, прекрасное у нее спаяние. И сколько она стоит? И я ее отдаю за полторы тысячи рублей. Да, недорого. И еще у меня одна, тоже небольшая ваза, она совершенно в другом стиле. Это Вьетнам. Их... Рыбки, карпы. Их золотые рыбки, да. И это лак. Их вьетнамский лак. Это очень для них такая характерная работа. Да, да. Я даже вот была в музее, и у них очень много картин старинных. У меня, у меня родители приехали из Вьетнама, и у меня очень много таких вот с карпом. У меня они же пиалы привезли, вот на пиалах там и карпы, и драконы, и все вот. Да, ну, кстати, карпы золотые, это источник жизни. Это вот такие рыбы, которые преодолевают для нареза огромное расстояние, и они символизируют собой жизнь, вот эту силу жизни. Поэтому это очень хорошая вещь достается. Дура. И сколько это стоит? Стоит она тоже полторы тысячи. У нее прекрасное состояние, без сколов, без кракелюра. Чуть-чуть есть потертость, но ее даже вы не заметите. Вот. Ни сверху нет, то есть она просто прекрасна. Это дерево, покрытое лаком. Да. Лаковая миниатюра. Лаковая миниатюра по большому счету, да. Тоже целостность. У нас все есть. Суббитовое стекло, такая отличная, красивая база. Ну, видно, что стекло очень такое хорошее. Настоящее хорошее стекло. Да, настоящее хорошее стекло. И опять с посеребренной ножкой, да. Посеребрение ножки. Она где-то, я думаю, что года 70-60-е. Тут вот такая подкладочка бархатная. Вот такая она внешне, и вот такая она изнутри огромная. Подождите, форма, покажите, очень красивая. Прекрасное раскрытие. И она огромная изнутри. Очень насыщенного кобальтового цвета. Изумительная. Это ваза и для гостиной, и можно в нее фрукты положить. Тоже будет очень красиво смотреться. Это Европа. Попробую сейчас вам звук продемонстрировать. Настоящее стекло. Художественное. Скажите, что это у вас за вазы такие? Это чьи? Что это такое? Расскажите про них. Нет, я про них ничего не рассказывала. Нет, ну это откуда они? Это Китай. Это Старый Китай. Это Старый Китай. Они приобретались. Старый Китай. Это фарфор, да? Да. Старый Китай, фарфор. Они приобретались под Пекину, мы что-ли. Да вы что? Да. О, поэтому тут разговор так не наскоку, а может так немножко переговорил сначала. Снимайте, как вам не надо. Вот, у меня такая коллекция голоса. Подождите, это что, ваш альбом? Это мой альбом, да. Моя альбом красный 65. И это партнер вазы, так что у вас кто-то захочет поставить. Это Китай тоже, да? Китай? Все, Китай. Какая ваза хорошая, в хорошем состоянии. А сколько такая ваза стоит? Моя альбом красная. Очень красивая. Здесь даже более сложная. Здесь не просто проволока, она еще витая. А вот еще у вас классная. Смотрю, даже платки здесь интересные, да? Вещи. Шали даже какие-то, платки огромные. А это что такое? Это шелк? Это шелк, да. Такие красивые. Потрясающие вещи. И, друзья, как бы все не было прекрасно и интересно, наступило время нам с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Желаю вам удачи во всем и всегда. Мира в душе и мирного неба над головой. И не забывайте, совсем скоро мы с вами увидимся вновь. Обнимаю. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok